Сезон арбузов заканчивается и мы сейчас кончим один арбуз Иваникс АР2 Макс Всем привет! Сегодня в Охотник.Н. это самый мощный Иваниксовский полуавтомат Это Иваникс Макс, точнее Иваникс Макс АР2, то есть вторая серия Отличается он тем, что теперь нет никакой электроники Этот автомат работает как обычная винтовка по отведению воздуха, как автомат Калашникова То есть она полуавтоматическая Вот, собственно, так она и работает И можно сделать повторный выстрел, вот, например, по досточке Видите, я не перезаряжаю его Теперь о его, в принципе, основных характеристиках Скорость у него порядка 280 метров в секунду с пулей 1.645, то есть это калибр 6.35 Позволяет с одной заправки совершить порядка 22 выстрелов Резервуар у нас 300 кубических сантиметров, 290 даже Вес 3 килограмма 600 грамм В комплекте идет два магазина, два магазина это круто Модератор наш, модератор не идет в комплекте, но он стоит дешево Здесь обычная резьба УНФ 1.2 Вот, в принципе, винтовка очень хорошая, очень качественная Здесь, кстати, есть еще открытый регулятор мощности Здесь у нас поджим пружины идет Под щекой Вот, в принципе, все классно Но они не спрогрессировали в дизайне Там, с начала 2000-х годов То есть, как бы он был Иваникс Макс Так он, в принципе, и остался Ну, лучший овраг хорошего, как говорится Поэтому рекомендуем эти винтовки Сейчас немножко еще куда-нибудь стрельнем И пойдем заправим портативным компрессором Жалко, как у вас был на самом деле вкусным Уже его не выпить Ну, немножко еще дополнительно расскажу про этот Иваникс Макс АР2 Чем он примечателен? На рынке сейчас вообще в целом Есть очень мало полуавтоматических винтовок Которые работают именно на воздухе То есть, одной из первых винтовок был FX Muson Они не выпускаются очень давно Достаточно ломкий аппарат был Потом появился FX Revolution Тоже, в принципе, надежности не отличался Вот И потом появился Хьюбан Вначале в 5.5 калибре Потом в 6.35 И вот Иваникс Перестали делать свои девайсы Под электрику То есть, под аккумулятор А стали делать на воздухе То есть, можно сейчас смело говорить Что в мире существует где-то 3-4 винтовки Которые действительно работают полуавтоматом Это Air Arms Которые похожи на импакт внешний Это Хьюбан И вот Иваникс Ну, всякое дерьмище типа Крала мы рассматривать не будем Которая совершенно не стреляет без доработок Без всяких Там нужно голову сломать, чтобы что-то сделать Иваникс стреляет Иваникс дорогой Да, он в другом совершенно ценовом сегменте Сейчас посмотрим пробивную способность этого полуавтомата Напоминаю, скорость там порядка 275 метров в секунду Пули 1.6 Весом и 6.35 калибра У нас тут две доски Одна у нас 20 миллиметров Другая вот толстенькая 35 миллиметров Вот Четыре выстрела Вот Видите, пули застряли Их полностью смяло Пули у нас обычные валанчики Неполнотелые Ну и, собственно, вот Остались отметины Ну, первую доску она пробивает Потом пуля Соответственно, превращается вот в такую плюшечку Кстати, пришло время его заправить Мы это будем делать нашим портативным компрессором В комплекте с винтовкой идет Фирменный Иваниксовский штуцер Мы его накрутили на переходник под квик Вставляем В фостер компрессора Подключаем в заправочный порт Вставляем Провода Которые подсоединены у нас заблаговременно к аккумулятору Сейчас мы их подсоединим Вот мы слышим, как заработали вентиляторы Все охлаждается Поехали Качаем Со 180 до 250 бар 250 у этой винтовки максимум Перекачивать ее не советуем Все, сейчас мы заправили наш Иваникс До 250 бар У нас на это ушло 2,5 минуты Вытаскиваем штуцер И еще немножко расскажу У винтовки длина 820 миллиметров Длина ствола полметра То есть 500 миллиметров Это достаточно много С помощью этой винтовки можно очень хорошо стрелять Очень кучно В принципе, даже несмотря на то, что она полуавтомат Ей это не вредит на точность Вот Здесь есть планка вивера у нас подсошки Эта винтовка отлично с сошками сочетается Есть большая такая планка вивера для оптических прицелов И, кстати, сам оптический прицел Это Маркул Сталкер 3х18х50 Чем хороши эти прицелы Я немножко прорекламирую За свои деньги достаточно светлая оптика Даже недостаточно, я бы сказал, светлая Стоит он в районе 20 тысяч рублей Сетка там тактическая Такая же, как на прицелах Vortex Масштабируемая То есть, ну, что-то близкое к этому прицелу подобрать из брендов Это, ну, умножайте ценник на 3 А тут честный прицел за 20 тысяч рублей Который будет служить на вот этом Иваниксе верой и правдой Ну и, собственно, конечно, полуавтомат Иваникс Это в охотника Net и прицелы Маркул По самым низким ценам